Как вам нравится эта серия проповедей, которые мы более чем месяц уже служим, «Исправитель трещин». Мне кажется, это было такое прекрасное время, когда Господь нам дал такое слово, на котором мы могли думать, размышлять. И я так благодарен пастору за это. И мне, как молодому мужчине, было трудно остаться в рамках Божьего Слова, что у нас есть пастора, которые такие мудрые и которые не торопятся, которые являются сильным основанием. Спасибо Господу за это. И этот цикл проповедей мы хотим закончить. Может быть, у вас появился вопрос о Енохе. Вы, может быть, Енохе, кто знает, что это такое, и кто слышал об этом, что-то. Вот много рук и кипятся. Наверное, более нетерпеливые поискали это, прочитали в гугле «Евнухе». И я вам расскажу, кто это. Евнух — это человек, у которого каким-то образом половые органы не функционируют, и это искусственным путем создано. И пастор говорил о Даниэле и его друзьях, и он говорил, что вокруг были дамы, гарем, и чтобы этот гарем не был в безопасности, чтобы люди, которые обслуживают гарем, чтобы они могли служить, и у них не закрадусь никакие мысли плотские. Этих людей лишали возможности быть мужчинами, и они становились евнухами. Слава Богу, что мы не евнухи. Мы енохи, те, которые ищут Господа, но мы не евнухи. Сегодня смело я могу сказать, что я хочу свидетельствовать перед церковью и всей Латвии, что я гетеросексуальный мужчина, который безумно любит Иисуса. Я отдал ему свою жизнь, и я не думаю ее забирать обратно. И я хочу заключить эту серию проповедей о лабиринтах сексуальности. И вся эта серия проповедей странно поворачивается. Все эти проповеди о наших трудностях и проверках о теме порнографии, о сексуальной ориентации. Я понимаю, что это не такое обычное дело, о чем мы разговариваем в церкви. Может быть, кто-то из нас скажет, что в нашем обществе это не проблема, и тем более не только в общественной церкви. Но это тебе так кажется. Но если ты посмотришь на Запад, на Америку, как далеко все это зашло, и мы стремительно приближаемся к этой ситуации. Кто-то, наверное, скажет, сексуальные вопросы, это относится больше к молодежи, к подросткам. Это важно для них слышать. Это очень удобно нам, старшим людям. Легко это сказать. Меня это вообще не беспокоит. Разве Давид в старости ходил по своей крепостной стене и увидел соблазнившую его женщину? Если мы так легкомысленно будем относиться к вопросам сексуальности, мы можем попасть в очень опасную ситуацию. Кто-то может сказать, «Давид, об этом вообще не надо говорить. Это персональные, личные вещи. И если мне нужно что-то узнать, я пойду к пастору и поговорю один на один. Но не будем же мы говорить о сексуальности здесь, в церкви, со сцены». Это тоже хороший подход. Но мы, христиане, мы не можем с этим согласиться. Тот, кто читал Библию, тот знает, что Библия полна всяких историй о сексуальности и есть целые книги, которые говорят о сексуальной жизни. Но и Новый Завет полон указаниями Бога о сексуальности человека, о том, какая она должна быть. Как было бы, если бы мы не смотрели на Запад, на Америку, там далеко от нас. Но здесь, среди нас, я не приглашаю вас поднять руку, кто из вас-то пережил. Но все-таки, какова есть вероятность того, что люди сталкивались с какими-то сексуальными комментариями в их сторону, высказанными, может быть, с насилием. Я знаю, что есть среди нас люди, которые сталкивались с насилием сексуальным. Есть люди, которые страдают от зависимости к порнографии. И есть кто-то среди нас, который борется со своей сексуальностью. И это могут быть и молодые, и немолодые люди, и в браке, и без брака, вне брака. И мы можем сказать, да ладно, это же все так просто. Просто не делай это, просто не думай об этом. Разве это так легко? Посмотрим, пожалуйста, в Библию и подумаем о сексуальности, как о такой, когда Господь создал Адама и Евы, и он дал им миссию и задание. И это было очень плотно связано с их сексуальностью. Плодитесь и размножайтесь, как бы они это могли сделать, если бы они бы не использовали этот дар Божий, их сексуальность. И это могло происходить только через их сексуальность. А в Рам, через него были обещаны благословения для всех народов. И это все можно было реализовать только через сексуальность. И нам кажется, немножко неудобно об этом думать, но могли бы они получить этого обетованного сына через каких-то другие пути. Сара, которая была очень пожилая, и ей надо было найти в их интимной жизни и заниматься сексуальными отношениями вот в таком уже пожилом возрасте. Или Ноа, который был праведник. И интересно, что историки говорят, один характерной особенностью, каким был Ноа, почему он был праведным? Может быть, факт, что он жил в моногамных отношениях с женой и также их дети. Возможно, это было совершенно не принято вокруг. Извращения были на таком высоком уровне, что муж с женой живущий, так как это предположил Господь, это была редкость, и может быть, поэтому, но был признан праведником. Когда сексуально не контролируется и ты не живешь в соответствии с планом Божьим, мы можем вспомнить греховные проблемы Содома и Гамора, и больше о чем говорит Библия, непотребство, Господь всегда хочет уничтожать Синсон, история о нем. Это был такой Божий человек, который так легко играл со своей сексуальностью, и он считал, что он сам с этим справится легко, и он заплатил очень тяжелую цену, за то он позволил своей сексуальности быть свободной и неконтролированной. Ну, что мы можем говорить о Соломоне? У него было такое Божие благословение, но в его гареме у него было 700 жен. Интересно, что в библейском контексте очень часто исполнение Божьих обетований может происходить от сексуального владения своей сексуальностью. Например, Иосиф с Марией, молодой мужчина, который ждет в семейной жизни, он ждет сексуальные отношения этой первой ночи. Иосиф, конечно же, ждал и дождался, но когда он узнал, что его жена будущая уже беременна, и когда он узнал от Господа, что с этим надо смириться, и он вынужден был справиться со своей сексуальностью, чтобы дождаться, пока этот Божий ребенок родится, посмотрим первое, посмотрим бытие вторую главу, и как Господь говорит, он навел, 21 стих, навел Господь Бог на человека крепкий сон, когда вы спите салют, а вы не просыпаетесь, кто-то спит так, есть одна рука, ага, есть еще одна, есть еще, ну да, бывает и так, что и сказано, что он взял ребро из Адама и из его ребра взятого у человека сделал жену, значит, Ева, вы, наверное, согласитесь со мной, мы можем видеть, что женщины, они очень отличаются от мужчин, Господь приложил усилия значительные, чтобы их создать, слава Господу, и так Господь создал Адама и Еву, и он разбудил Адама, привел к нему Еву, и он не видит, и мы не видим в Библии, что есть какой-то выбор у Адама, он не привел Родриго, Монику и Карли, и говорит, Адам, посмотри, кого я создал для тебя, кому тебе больше тянет, кто тебе больше нравится, нет, Господь, у Господа был сразу план, и тогда мы можем говорить о задумке, о дизайне определенном, мужчина и женщина стали одной плотью, можно так сказать, мужчина и женская сексуальность их центром является желанием быть человеком. Я понимаю, да, что это как мальчики, так и девочки думают, если что они выросли на дереве, мужчины те, которые выбирают технику, математику, а женщины больше хотят быть учительницами, чтобы учить детей, ну, вроде как женщинам легче с детьми получается работать, а мужчина больше с техникой, но веришь и санкции, мужчин и женщин, что значит быть человеком, что значит быть мужчиной или женщиной, это может значить очень многое, ты мужчина, ты женщина, мужчина притягивает, женщин, женщин, мужчин, и это такое нормальное состояние, когда мальчик рождается, ему говорят, смотри, ты не можешь плакать, ты должен быть сильный, ты должен защищать, женщин, маленькие, с детства уже учат, не бойтесь быть женственными, мальчики, не бойтесь быть мужественными, и то, что ты ругаешься и не любишь мыться, у всех этих терминов есть какое-то значение, мужчина и женщина, Господь создал их с определенным дизайном, в котором есть заложены определенные замыслы, как в машину, представьте себе, человек приходит сюда, никогда не видел машину, ему показывают машину с автоматической трансмиссией, и он думает, я, наверное, могу поездить на ней, поеду-ка я на этой машине через море Балтийское и узнаю, что там находится, но, наверное, было бы неплохо, чтобы этот человек прочитал инструкцию и узнал, как эта машина, она может ездить по дороге, но она не может ездить по морю, но человек, не читая инструкции, не зная, может этого не знать, и так же, как и мы читаем Библию, и так относится и к каждому из нас, вся сексуальность и как мы ей владеем, есть инструкция в Библии, и это относится и к нам, и она открывает для нас, кто мы и как мы должны жить в этом мире, и я знаю, что этот топик не тот, о котором хочется говорить со сцены и всегда стараются этого избежать, но если мы можем сказать, мужчины и женщины это все, о чем мы хотим думать, и в то же самое время в нашем сообществе и в церкви у нас люди сталкиваются с вызовом внутренним, как ты будешь реагировать, если твоя дочь, подросток подойдет и скажет, мама, мне кажется, что я лесбиянка, или твой маленький ребенок приходит из школы, или, не важно, где он был, и он говорит, мне кажется, что я родился не в правильном теле, мы можем остро сказать, нет, в Библии так написано и все, и вот так, но что мы будем делать, если это затронет именно нас, какая будет у нас реакция, и я хочу напомнить, что нам надо стоять в любви, и со всеми знакомыми, незнакомыми, близкими, далекими, мы должны разговаривать с любовью, и мы не можем отказаться от этого божественного дизайна, который задуман в создании людей, мы прикоснемся, если к событиям Содома и Гоморы, мы можем думать, что это такой отдельный случай, и что у нас все было спокойно, и сейчас вот опять в сексуальной жизни все начинает бурлить, но те, которые читали и учили об истории мира такие вспышки, такие истории исторические возникают периодически, и один из таких событий, о котором я хочу рассказать, это связано с Российской империей, которая после Первой мировой войны, когда она была победителем среди всех стран, люди, живущие в ней, живущие в ней, люди не ощущали этого, люди, живущие в Российской империи, потеряли 10 миллионов погибшими, и 10 миллионов, и вирусы, эпидемии, гриппа, это все мы не считаем, которые убивали во всем мире миллионы людей, ужасная бедность, нищета, и в результате пришли новые революционеры к власти. И знаете, что? И они восстали против всего того, что было. Все, что было до этого, оно все злое, оно все, мы все будем делать по-новому, мы пойдем в коммунизм, мы пойдем жить в иллюзии, в другой мир, у которого нет никаких границ, и они говорят, прочь от веры в Бога, от библейских законов, прочь от ограничений любых, от стыда, и от тогда и так родился Советский Союз. Первые семь лет в мире по-моему самый непредвиденный непредвиденный момент был, когда вообще не было никаких границ ни в чем. В Москве, в центре Москва, река стояли в парках и на пляже, в Москве реки были нудистские пляжи и организовывались оргии, организовывались клубы, оргии. тесыбас, бетарии пенакум, что сайзет тикталу, как они говорили, начали говорить о том, что есть не только сексуальное право, но и сексуальная обязанность, и комсомолки должны удовлетворять всех комсомольцев. В самом начале коммунистического строя общим рассматривался не только работа и имущества, и что мы можем произвести, но и домохозяйство, матери, дети, то есть твоя жена это не только твоя жена, но и общая, и в результате своей жены и дочери вынуждены были выполнять эти обязанности, и что было шокирующимся, и коммунисты и партийные получали купоны, чтобы посещать женщин в определенном порядке, в определенные часы, это было в таком адском хаосе, в таких темпах, и это такие драматичные были события, что через 7 лет после того, как это началось, внезапно эта сексуальная безнаказанность была резко остановлена, и как мы знаем, в Советском Союзе секса больше не было, что произошло после Второй мировой войны, может быть, вы слышали об этом, и когда я читал об этом и смотрел, это после Второй мировой войны, когда так много мужчин погибло на войне, было так много мест, где остались, не было так много мужчин, которые могли бы защищать своих женщин, и происходили ужасные массовые изнасилования, и потом массовые аборты, и это были чудовищные картины. господь создавцы, не для того, чтобы так это использовать, если нашей сексуальности дать свободу и необузданность, то дьявол может использовать нашу сексуальность, то, что Господь нам дал для отношений между супругами, и может использовать для вреда нам. В 71-м году четвертая часть студентов в Америке использовала подписку на порнографические журналы. Это то, что вошло в обиход, и это была неуправляемая сексуальность, что делала неуправляемая сексуальность. И все это содержание становилось доступно не только мужчинам, и женщинам. Эта порнография попала в наши карманы, в наши спальни, и это стало индустрией, которая очень хорошо на этом зарабатывала. Мы можем хотеть спросить, где мы сегодня находимся. И один взгляд такой может быть, что мы привыкли к тому, что если на рекламе машины полуодетая женщина стоит только тогда, мужчина может обратить внимание на эту машину или найти колеса. И наша жизнь становится все более и более сексуальной. Люди сейчас публикуют на всеобщее обозрение такие фотографии, которые даже пронографические журналы не публиковали раньше. Майслапа, которые сагатозы пречи яунейшем и бэрнем, чтобы макить яунейшем и бэрнем шоден пара сексуальной. Марта в самом центре есть статья, организует, как воспитывать детей, в детях сексуальное воспитание. Ребенок и так не понимает многих вещей. Сегодня, перед тем, как ты родился, мы смотрим на тебя и говорим, ты мальчик, тебе нравятся девочки, и это то, что значит быть мальчиком, и позволь мне как отцу тебе рассказать, а мама расскажи этим, я тебе позволю, расскажу тебе о женственности. Но посмотрите, как нам предлагается обучать наших детей сегодня. Не просто у тебя есть биологический пол, но у тебя есть масса факторов, с которыми тебе надо считаться. И вот эти стрелочки, которые надо воспринимать как спектр, где мы находимся, то есть ребенку надо идти через каждый этот пункт и какой биологический твоя идентичность, гендерная принадлежность, как я хочу себя проявлять как биологический вид. И всегда это был твой мужской или женский род, романтические чувства, отдельные мои чувства, сексуальные и романтические чувства их разделяют. Как это прекрасно и как это легко. В 2019 году 71 вид гендерной принадлежности, из которой надо выбрать свою. я хочу вам прочитать зачитать некоторые, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Гендерный панк, который против всех и который есть гомосексуальный, гетеросексуальный. идентифицироваться манифест партии геереволюции 70-го года. Геереволюция не создав мир, в котором женщины будут получать равную оплату на рабочем месте, традиционно представляемую их полу, и не станут равным партнером в семье обозначенной. Вместо этого мы позаботимся о том, чтобы биологический пол не имел ничего общего с профессией, и чтобы семья как таковая больше не существовала. Геереволюция создаст мир, в котором все социальные и сексуальные отношения будут гомосексуальными, а гомосексуальность и гетеросексуальность будут непонятными понятиями. Объясни мне, пожалуйста, что такое быть гомосексуальным и гетеросексуальным. Что я хочу вам сказать сегодня? Сейчас, сегодня идет борьба за наших детей в этой зоне. Те дети, которые выросли в традиционных семьях, их уже не переубедишь. Но дети, наши дети, их можно свернуть, их учат, промывают мозги. Мы смотрим на то, как это происходит в других странах. Учат не математики, а сексуальной ориентации. И это есть борьба за наших детей. И как взять это общество, которое борется с тобой? Если твой ребенок скажет такие слова, единственный божественный дизайн мужчины и женщины. Итак, 71 вид гендерной принадлежности. Можете себе представить ребенок, которому ребенок он не может принять какие-то простые решения, а ему надо выбрать из 71 вида гендерной принадлежности. Это немыслимо. Недавно начали использоваться ЛГБ, такое сокращение лесбиян бисексуальное и антисексуальное. И если ты их поддерживаешь, то ты тоже являешься частью этого сообщества. Что я пытаюсь сказать этим? С момента, когда мы получили независимость от как страна. пропагандат висос лименюс. Мы видим, что вся эта ситуация за наших детей, борьба за наших детей в этом плане, она происходит во всех сферах. Мы видим это в фильмах, мы видим это в пропаганде этих инфлюенсеров, так называемых. Это делается за наши налоги, это делается за европейские, за американские деньги. Нам нужно это понимать. И в то же самое время я хочу, чтобы мы понимали, что есть разница между людьми и организациями. И это организованная пропаганда. Нам как христианам, нам как божьим детям, нам нужно сопротивляться этому с любовью, но Бога заботят эти люди, Он беспокоится о них. И мы не можем забыть про это, мы не должны про это забыть. Какое-то время назад я смотрел фильм о самом первом гей-параде в Латвии, и там можно было очень ярко видеть, что эти лесбиянки и гей они хотели быть заметными, чтобы какие-то права у них были. И пришли эти большие силы из Европы и сказали, мы хотим свободно жить спокойно, и мы не хотим ходить по улицам с флагами, мы хотим просто спокойно жить, чтобы нас не трогали. Нам нужно относиться к этому с пониманием. Наверное, сегодня нас кто-то смотрит из этого сообщества, и я хочу, чтобы вы знали, Господь так любит мир, мир, что отдал от своего единородного сына, чтобы никто, кто верит в него, не потерял свою жизнь. Господь так любит тебя, и Господь любит так любого из нас. Все равно, какой твой опыт, твои грехи, тебе кажется, твоя сексуальная ориентация, но Он так любит тебя, что отдал за тебя огромную цену, и ты можешь пережить его. И когда мы переживем встречу с Ним, мы можем получить жизнь, которую хочет для нас Господь. Неважно, ты можешь сталкиваться с разными мнениями, ты можешь сталкиваться с ненавистью, но ты должен знать, что Господь тебя ждет, и Господь тебя любит, и если ты встретишься с Господом, то ты получишь ответы, когда встретишься с Ним. мы можем чувствовать себя фарисеями, о которых говорил Иисус, когда Иисус стоял посередине базарной площади, и мы можем как христиане говорить, нам нужно противостоять этому сообществу, сообщества, нам нужно об этом говорить и бороться с этим, но посмотрим Коринфянам 5, первую, вторую главу стих, есть верный слух, что у вас появилось благотеяние, при том такое благотеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену своего отца, и вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят были среды вас, сделавшие такое дело. Он говорит, мы знаем, что в церкви говорят о непотребстве. Послушай во втором стихе, и вы возгорделись, и вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят были среды вас. грехи. Вы знаете, что в Ветхом Завете тоже говорится о сексуальных грехах, и там закидывали камнями и наказывали смертью, но в Новом Завете все же гораздо лучше, Господь же любит нас, идет же время милосердия, слава Богу, нет такого правила закидать камнями за наши грехи, но последствия все равно есть. Знаете, есть разница между людьми, которые приходят в церковь, влюбляются в Господа, он борется со своим грехом, да, возможно, это сексуальный грех, но он говорит, помогите мне, молитесь за меня, это проблема, с которой я не могу справиться, будем молиться вместе со мной. Но есть такие христиане, которые как будто отдали свою жизнь Иисусу, но живут, живут как полностью как грешники и не стесняются этого. Здесь Павел говорит, таким надо быть изъятым из вашей среды, и если он не сожалеет об этом, не хочет меняться, но вообще гордится этим, для него нет места в церкви, места в общине. Господь вам в левитах говорит, не живите так, как живут грешники, но слушайте, что я вам говорю. И знаете, почему Господь дает ограничение, почему он нас ограничивает, что он нас не любит, но мы можем спросить, почему родители ограничивают своих детей, не ходи к бассейну, не диквози, не оставайся один на реке, почему они это делают, что они не любят своего ребенка, нет, у кого есть хоть маленький опыт, они знают, что они делают для того, чтобы защитить ребенка, потому что это очень опасно, потому что он может, Господь говорит, что сексуальность это большой дар, но вот есть границы, которые надо соблюдать иначе, если вы не будете совладать с этим, то это может привести к большой беде, что я не буду читать, не вступать в сексуальное отношение к братьям и сестрам, со своими детьми и внуками, со своими тетями и дядями, со своими с их детьми, с их внуками, со своими знакомыми и соседями, не сжигай детей в огне, не вступайте в хомосексуальные связи и в связь сексуальными с животными, запрет на зоофилии, гомофилии, это что происходит в церкви с Божьими детьми, если Господь запрещает своей церкви такие грехи, потому что Господь не хочет оставить детей, своих детей без надзора и в опасности. я читал, я читал, как люди культивируют инсест, то есть отношения между родственниками, если мы сексуальность... Итак, посмотрим, что говорится в фисоколоницах, 4 глава, 3-5 стих, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Это план Бога, чтобы мы воздержались от непотребства, даже от этих мыслей, чтобы мы владели своей сексуальностью и могли властвовать не только над своими мыслями, но и своими действиями. Сказано, не в страсти похотения, как язычники. Если человек знает Господа, то у него есть возможность контролировать себя свои плотские желания, чтобы не отдать этой неконтролируемой страсти похотения. Первая Коринфянам, шестая глава, то, что мы читаем в девятом стихе, девятый стих. Мы должны понимать, что этот контекст немножко отличается. Он не говорит только о непотрезвии сексуальности. Перед этим он говорил, что есть разница между христианской сообществом и людьми в мире. Мне стыдно, что в своем сообществе они не только с мирскими не могут найти общий язык, но и в своей среде. И мы можем думать о том, что Павел говорит здесь о мирском пути и о пути христиан. Итак, девятый стих. Прочитаем вместе. Или не знаете, что неправдное царство Божие не наследует. не обманывайтесь ни блудники, ни идолслужители, ни прелюбодей, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Не обманывайте себя. Те, кто делает эти вещи, те, которые являются такими людьми, те не наследуют Царство Божие. И мне, наверное, здесь надо подчеркнуть, мы все когда-то где-то грешили, и мы не... Нет, он говорит, кто идентифицирует себя с этим, кто является исполнителем этих грехов. Ты новое творение, все старое прошло, и ты стал новым творением. И идентичность грешности грешника у тебя уже нет. Ты Божий ребенок, и если ты когда-то согрешил, наши действия не могут нас спасти. Грешник не может спасти себя добрыми делами. Только Иисус дает нам силу. И это очень важно понять. если это твоя идентичность, ты не можешь наследовать Божьей славы. Прочитайте, помогите мне 11 стих, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. И что я хочу сказать, что наша церковь полна несовершенными людьми. У нас есть коррумпированные люди, есть нарушители супружеской верности, есть матершинники, есть налогонеплательщики. У нас есть такие люди, но вы омылись. Это то, что Господь все еще делает. И здесь мы можем задать вопрос. Все эти люди, о которых мы говорим, они все находились в коринфянской церкви. Он говорил о людях, Павел, которые уже омылись кровью Иисуса. Нет, он говорит о тех, кто не омылся, те, которые не раскаялись. 12 стих, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Другими словами, мы как божьи дети можем говорить, у меня все хорошо, Господь меня омыл и очистил и дал мне спасение. Но с другой стороны, он говорит, я отдал свою жизнь Иисусу, я выбрал его, потому что все остальное я рассматриваю как грех, и если смотрю через призму Библии, чтобы это не было, какие бы это грехи ни были, я отказываюсь от них, в которых я могу как будто жить, но я отказываюсь, потому что я выбираю Иисуса, и я хочу наследовать то, что Господь мне предложил. Я не дам 13 стих пищи для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Каждый раз, когда ты хочешь есть, это та функция, которая вложена в тебя Господом, которая работает. Но мы неправильно, если ее используем, то мы можем навредить своему телу, но и то, и другое, и еду, и твою плоть, и твою чреву, тоже уничтожит Бог. Так что нет смысла так много времени уделять этим проходящим вещам. Нам нужно беспокоиться не только о плоти, но и о духе. Если твоя сексуальность, твоя работает, это прекрасно, это хорошо, но используй свою энергию для того, чтобы служить Господу и служить людям для Господа, а не своей плоти. что... 14-й стих, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своей. 15-й стих, разве не знаете, что тела ваши, члены Христовы? Итак, отниму ли члены Христа, чтобы сделать ли членами блудницей? Да не будет так. мы часть церкви Христовой, плоти Христовой, не только ваш дух, но и ваше тело принадлежит Господу, и в вас живет Господь. Не сделайте же, не используйте же свое тело, которое принадлежит Господу, а в непотребстве. Каждый раз, когда 16-й стих, или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней, ибо насказано, два будет одна плоть. Когда ты вступаешь в сексуальные отношения с человеком, вы соединяетесь вместе. 17-й стих, но тот, кто осоединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Держись, Господа. Держись, Господа. Будем искать единство с Ним, с Его Духом. Господь вложил в нас это желание соединяться с Господом. И это то, что мы должны искать. И неважно, какие наши временные трудности и какие твои внутренняя борьба и стремления, и какие-то непонятные стремления. Но если ты можешь это подчинить себе своей воле, и тогда ты можешь посвятить свою жизнь. 18-й стих. Бегайте блуда. Скажи, кто сидит рядом с тобой, бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. бегайте блуда. Я говорю это себе, когда ты серфуешь в интернете и видишь какое-то видео или какую-то картинку, которая возбуждает твоим воображением неправильные мысли, убегай оттуда. Когда с тобой кто-то флиртует на работе, убегай. когда ты в церкви или в маленькой группе, или в маленьком или в молодежном служении, и тебя кто-то побуждает тебя делать неправильные вещи, убегай. Когда ты чувствуешь запах непотребства, и это тоже может происходить и в церковности, убегай. Библия говорит, чтобы мы противостояли дьяволу. Но в Библии есть христиане, которые играют со своей сексуальностью. Есть христиане, которые флиртуют со всякими греховными вещами. Я не думаю грешить, но я просто посмотрю. Я хочу тебя предупредить. Рано или поздно ты согрешишь, если ты допускаешь это в своем мозге. Никто так силен, чтобы удержаться. Я проговариваю к мужчинам и женщинам. Мы знаем, что давно не только мужская проблема, это и женская. Я говорю к церкви, я смотрю к тем, кто смотрит нас онлайн. Бегите от непотребства, от форнографии, от необузданной сексуальности. Блуд, который делает человек вне тела, это как открыть двери дьяволу в наши плотские дела. Мы можем сравнить это место с римлянами первое веке, где говорится о том, как люди получают наказание в себе от того, что мы открываем дверь дьяволу в свою жизнь, и это может нам повредить. Но не знаете ли, что тела ваша суть храма живущего у вас святого духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои. в нашем плоти живет святой дух. Каждый раз, когда мы вступаем в какие-то непотребные разговоры, в какие-то мысли непотребные, когда мы играем с грехом, мы заставляем святой дух участвовать в этом непотребстве, потому что святой дух живет в нас. Но Иисус заплатил такую огромную цену за нас. Поэтому глава заканчивается такими словами, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших. Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, в телах ваших. Прославляйте Бога в телах ваших. И И жизни наши не принадлежат нам, они принадлежат Иисусу. Помните, пастор сказал, отдадим свои тела в жертву живую. Наш Дух отдан Господу, наш ум принимает решение, но что делает наша плоть? Вот что она, какие она решения принимает? И это четко связано с нашей сексуальностью, в большей и меньшей степени. Куда я свою сексуальность, куда я эту энергию деваю, потому что дорогою ценой мы искуплены. Он заплатил за нас эту драгоценную цену. И поэтому сегодня я хочу вдохновить тебя, чтобы мы перестали бояться и прятаться. И трудно победить, когда ты не выходишь на поле битвы. Я хочу вдохновить тебя. Все равно, какая твоя борьба, но тебе надо найти среди нас кого-то, какую-то доверенную персону, с которой ты можешь обсудить эту проблему. И ты человек, с которым ты можешь молиться. И можешь ли ты быть, можешь ли ты быть мне помощником в этом, когда я столкнусь опять с этими трудностями? Можешь ли ты быть моим помощником? Вытаскивай из шкафа свои скелеты, свои грехи, перестань бояться. Не рассказывай о всем, но подними это перед кем-то, перед глазами какого-то доверенной тебе персоны, какого-то христиана и скажи, что я хочу быть свободным от этого, потому что Иисус заплатил за меня, и будем бороться вместе в молитве, будем стоять вместе. И те, которые чувствуют привлекательность к своему же полу, этим людям нужна помощь, и мы не чувствуем себя плохо, если эта борьба тебе кажется больше, чем борьбу с другими в своей жизни. Господь за нас и за нашу сексуальность.